Случайность или замысел? Удивительные щупальца осьминога. Когда хирурги пытаются добраться до органов тела человека, располагающихся в труднодоступных местах, они вынуждены делать многочисленные дополнительные разрезы и использовать специальные инструменты, называемые ретракторами, для того, чтобы получить доступ к необходимой области под различными углами. Однако группа исследователей из Италии разработала альтернативный вариант – гибкий инструмент, в основе которого лежит строение щупалец осьминога. Чудный моллюск, очень сильно отличающийся от всех других морских обитателей, ведь у него сразу три сердца, развитый мозг, прямоугольные зрачки и кровь голубого цвета. Но главное – это его удивительные щупальца. Обратите, пожалуйста, внимание, даже в тесном пространстве осьминог способен схватывать, удерживать и сжимать предметы своими восьмью растяжимыми и гибкими руками. Осьминог может не только загибать свои щупальца в любом направлении, но и при необходимости напрягать разные их части. По мнению исследователей, подобного рода мягкая, гибкая, роботизированная рука была бы просто незаменимой в малоинвазивной хирургии. Такое оборудование значительно упростило бы лечение пациентов, которым требуются сложные операции. Собственно говоря, роботизированная рука уже создана и применяется на симуляторах, которые моделируют хирургические операции. Одна часть 135-мм руки может манипулировать мягкими внутренними органами, приподнимать их и удерживать, не причиняя никакого вреда, а другая часть выполняет саму операцию. Что думаете вы? Появилось ли щупальце осьминога в результате эволюции? Или же это дело рук разумного Творца? Дайте себе ответ сами.